Так, мы сейчас так не это все. Знаете, что я сейчас так вот делаю, как я делаю, как я ношу, только надо чуть-чуть. Нет, лаком и моляю, нет, я лаком и так. Вот так мы сделаем живенько, я так вот руками просто и все. И не будем никак укладывать, особенно. Ух ты, у вас тут прям такая студия, ничего себе. Так, я и не знала, что у вас тут такое. Мы не садимся, мы уже сидим. Что там? Отвернуть, да? А, давай мы вот так вот сделаем. Ну, они мятенькие, но они такие, они не отглаживаются. Они как бы это, в таком виде. Ой. Так, ну мы готовы. Блестящая актриса, верная жена, мать-героиня. Этот человек уникум как в жизни, так и в профессии. Звучит красиво, но насколько легко так жить? У нас в гостях Олеся Железняк. Здравствуйте. Здравствуйте. И первый вопрос такой. Легко ли быть вами? Легко ли? Ну я кем-то другим не была, поэтому мне не с чем сравнивать. Не знаю, легко или нелегко. Ну так, по ходу, как говорится, в беге, в беге согреваешься. У вас вот четверо детей. Да. Вы актриса, у которой по 30 спектаклей в месяц. Да. Муж, которому нужно обязательно уделять внимание. Как успеть все вот это сделать? Вы знаете, я, честно говоря, не знаю каких-то рецептов, таких нету. Просто у меня много друзей, подруг, у которых тоже много детей. Поэтому, честно говоря, я себя не считаю избранной. Что я какой-то жизнью живу такой, что я какая-то особенная прям. Ну, наверное, если бы у меня было 18 детей, там, я не знаю, как говорят, есть какие-то уникальные случаи. Тогда я бы думала, как вот таких рядом никого нет. А когда ты смотришь вокруг, тебя тоже так же люди живут, то ты как-то так привыкаешь, что это нормально. То есть нет такого, что ты какой-то подвиг совершаешь. Такого абсолютно нет. Ну, говорят же, что все по силам дается. Вот слава Богу, что силы эти есть. Хорошо. Давайте вот тогда более детально. Кто, например, у вас дома готовит завтрак? Ну, вообще, у нас помощница есть, так скажем. Секреты такие, знаете, все секреты раскрываются просто, да? Так я сначала рассказываю, что все с Божьей помощью. Потом оказывается, что не все так легко и просто. Нет, на самом деле, у нас действительно есть помощница. И мы, ну, так скажем, прибегли к ее помощи, вот когда мы были в ожидании четвертого ребенка. Потому что четвертый так дался с трудностями, и приходилось там его сохранять и все. То есть в больнице полежали. Да, да. И я не могла в полной мере, как сказать, быть там помощью, да, для своего мужа и для бабушки, для нашей. А вот выбрать помощницу было трудно? Вы знаете, я так скажу вам, мне кажется, выбор вообще сложная вещь. Поэтому вообще выбирать, вообще я почти никогда не выбираю. Я, если выбираю что-то, если я выбираю, я выбираю всегда не то. Поэтому я уже поняла со временем, что надо брать, ну, как говорят, первое попавшееся. Вот оно всегда самое, что ни на есть верное. Вот, хорошо, что я замуж вышла в свое время. Вчера, кстати, читала Гоголя женитьбу. И думаю, хорошо, что я не засиделась, так скажем, в девушках. Потому что, думаю, потом трудно было бы выбирать. Все-таки про домработницу. Какой у нее функционал? Готовит еду? Она, знаете, когда мы искали помощь по дому, что нам нужно было? Мне очень трудно конкретно объяснить, что человек должен сделать. Вот, потому что, как вот, что должна делать мама в доме? Ты не знаешь, что мама должна делать. Мама должна делать, вот она должна быть всем. Она должна быть воздухом, не знаю, водой, землей, травой. Ну, всем, да? То есть ты должен переодеть. Я не знаю, ну что, вот ребенок там, или как-то так, он что-то хочет. То есть вы ей доверяли вообще все? Ну да, ну, как сказать, называется вот такая есть, понимаете, вторые руки. Вот нам нужны были вторые руки. Вот когда меня нет дома, чтобы Люда наша... Вот она вела хозяйство. Она с вами живет, получается? Она живет с нами, да. А у нее нет семьи? Нет, у нее есть семья, но у нее уже взрослые дети. И внуки даже есть, вот, и... Ничего себе. То есть так вот вы наняли бабушку, да, получается? Ну, она не бабушка. Она не бабушка, просто она рано... Я даже не знаю, сколько ей лет, кстати, нашей помощице Людмиле. Ну, ей, может быть, лет пятьдесят, да, пятьдесят, вроде бы, в этом году, да, исполнилось. Ну, то есть она няня вашим детям, получается? Ну, она не няня. Она не няня. Она все-таки, скорее, помощница по дому. Потому что у детей у нас... Ну, нет няни, потому что у нас... У меня муж мой, который довольно... Ну, даже не доволен, это слово другое. Ну, то есть мы все вместе ведем наш корабль. Корабль мы... Вот, муж мой капитан, а мы все остальные... Ну, он больше времени проводит с детьми, вот так сказать. Ну, нет, я тоже провожу много времени. Это, на самом деле, заблуждение, что артистки, это такая, знаете, такой род деятельности, что они кукушки, что они подбрасывают детей, что они не бывают дома. Я, конечно, много работаю, да. Но я, в отличие от других мам, которые работают с девяти до шести, у меня не всегда репетиции, например. Я работаю по вечерам, а целый день я могу проводить дома с детьми. Но у меня бывает гастроли. И, конечно, все равно моим детям мамы не хватает. Но уже по опыту тоже общения с другими мамами, с многодетными, я понимаю, что мамы много не бывает никогда. Что детям мамы мало всегда. То есть сколько бы ты ни был с детьми, то есть всегда дети недовольны, что мамы много. А как ваши дети делят внимание? Или мало? Делят, они делят всегда, да. Как они это делают? Как это происходит? Всевозможные способы, всевозможные драки, все хорошо. Воду опрокинуть, на себя обратить внимание. Ну, то есть нет как бы запрещенных приемов, ну, только чтобы все были живы-здоровы. Но, в принципе, ну, всегда идет борьба за внимание, конечно. Там они говорят, что ты меня никогда не обнимаешь, ты Фому любишь больше, чем кого-то бы ни было. Или вот Прохор все время жалуется, потому что это он специально плачет, чтобы его пожалели. Ну, как-то так, между детьми всегда идет такая вот история. И по поводу мужа. Просто некоторые мужчины, им тяжело сидеть даже с одним ребенком. Да. А тут он проводит, ну, много времени. Ему тоже нелегко, я вам скажу. Он выдерживает. Ему нелегко выдерживает. Ему тоже нелегко выдерживать. Вот, он мужественно выдерживает все это. Но это нелегко для мужчин, я честно скажу. Это и для женщин нелегко, но у женщины как-то предрасположенность к этому все-таки, мне кажется, генетическая. Ну, то есть может такое быть, что вы пришли домой, а он вам жалуется? Ой, там он не жалуется, там таких жалоб нету. Но я, когда прихожу домой, во-первых, я когда прихожу, обычно после спектакля, уже все спят. Потому что с папой они ложатся вот в 9 вечера всегда. Ну, полдесятого, там старше, сейчас уже позже. Ну, я понимаю, что день был непростой, судя по тому, как если там все раскидано или что-то такое, везде следы борьбы, я понимаю, что вечер был бурный. Все бегали, кричали. Может быть, было что-то такое? Вот вы приходите, все спят, а он говорит, я сегодня наказал очень жестко. Нет, такого мы не наказываем детей. Не наказываете? Мы не наказываем. А как вы их воспитываете? Ну, мы, не знаю, даже воспитываем. Мы их, конечно, воспитываем. Ну, мы можем там, нет, ну, понятно, что можно и закричать там на кого-то, если доведут. Естественно, там ты и срываешься, и можешь там и облик человеческий потерять как-то так. Вот. Это все бывает, естественно. Но так вот детей наказываем, я грожусь все время. Я все время им говорю, что я их накажу. Вот. И когда доходит до момента, когда я говорю, я вас накажу, потом я говорю, я пока не знаю как. Говорю я. И в этот момент все понимают, что наказания не будет. Потому что я действительно не знаю, как наказывать детей. А вот ударить я не могу. И, в принципе, я, ну, там, может быть, я один раз в сердцах там как-то вот, помню, Савелия, что ли, как-то по плечу я его как-то так вот так резко ему дала, когда он на Агашу бежал. Или как-то так, ну... То есть позыв иногда бывает, когда просто вот... Ну, я понимаю, что я не могу этого сделать. Как бы не могу просто. Потому что я потом себя не прощу. Мне это очень тяжело. Ну, вообще, как бы, мы детей... Ну, в принципе, я такая мама непоследовательная очень. Я не выполняю свои слова. И папа тоже? Ну, папа тоже. Папа может кричать, тоже на них ругаться. Но все знают, что они уйдут безнаказанные, вот так скажем. А палку они не перегибали, зная, что их все равно не накажут? Ну, они всегда перегибают. Всегда перегибают палку. Мне докажется иногда, что они мои... Вот так бывает такое, что одна подружка мне сказала моя, что такое ощущение, что это дети, это ваши папа и мама, или, по крайней мере, старший брат с сестрой. Ну, по крайней мере, двое вот эти. Вот Савелий и Агафья. А в чем это проявляется? Да, да. Я, кстати, у них вообще учусь, у детей своих. Ну, вообще, я вообще считаю, учиться никогда не поздно. Вообще, учиться всегда хорошо. И я учусь у детей, учусь каким-то вещам. И мне нравится с ними вообще находиться, быть с ними. Вот как они рассуждают. И как-то так вот. Можете привести пример, историю какую-то? Ну, да. Могут, например, сказать... Например, они могут мне сказать там, кто там... Говорит, вот, мам, про кого-то там что-то такое. Мы же можем там с мужем что-то там обсудить вечером? Вот там... Посплетничать. Ну, да, типа того. И там что-то такое. Представляешь, там как-то так. Что-то такое. И вдруг мне вот Агаша может сказать. Мама же, зачем же вы так говорите? Это же ваши друзья там или... Там какие-то там, знаешь, что-то такое. И мне реально становится стыдно. Говорю, Агаша, я начинаю оправдываться и говорит, ну, послушай, ну мы же... Нет, мы плохого же ничего не сказали. Ну, как бы... Ну, мы просто обсудили, что вот как... И потом говорю, вообще, Агаша, ты права, говорю. Вообще, это правда. Потому что мы с папой, по сути, как бы мы... Ну, мы немножко осуждали там. Как-то так между собой, вот. Так вот. А есть у вас дома вот что-то, что делаете только вы? Допустим, я могу приехать откуда-то, вижу какой-нибудь, например, там на полу какой-нибудь там волос там собачий или кошачий. Там какой-то там лежит какой-нибудь пучок шерсти. Вот. И я как-то так раз, начинаю убирать. И вот. И это может потом прирастать в то, что я заканчиваю там, допустим, зимой мыть окна. То есть я захожусь в каком-то экстатическом таком воодушевлении. Вы живете в квартире или вы живете в доме? В квартире живем. В квартире. А материнский капитал вы получили, это все пошло в квартиру? Да, это пошло в ипотеку, и это... А, у вас ипотека? Да. Главный вопрос. Вы мама четверых детей, и как вы фигуру-то смогли сохранить? Ну, не смогла так, честно сказать. Я не то чтобы смогла уж так сохранить ее. Я просто не могу никогда идти до улучшения фигуры своей. Я все пытаюсь это как-то... Вот я тоже думаю, как человек себя умеет вот обманывать на протяжении долгих лет. Что вот-вот я сейчас займусь, что вот-вот сейчас оно произойдет. Но не сегодня, но завтра, так точно. В общем, фигуру я не сохранила в такой мере, в которой мне хотелось бы. Но я, как говорится, не теряю надежды, что я дойду до зала, что я все-таки пойду на эту тропу. Вы все время говорите, что вот последний, можно так сказать, крайний ребенок... Ну, в общем, Фома тяжело вам далась. Все время об этом говорите. Что это имеется в виду? Ну, я лежала на сохранении довольно долго. Вот почти там всю беременность. Словно говоря, там лежала и сохраняла его. Ну, то есть только вот именно вот этот сам срок? Да, да. А дальше он был с характером? У них же все с разными характерами. Конечно, характеры, безусловно, разные все. Но это уже жизнь такая, слава тебе Господи, что все... Ну, все остальное, все хорошо уже. Бывает просто... Я знаю, что вы своих детей брали с собой на гастроли, кормили. Да. Просто есть дети, которые... Ну, их просто невозможно куда-то привезти. Они начинают кричать, орать. Ну, эти тоже там и покрикивали, там что-то такое. Ну, как-то мы так это выстроили, знаете, это как вот... Как-то так вот естественным ходом. Ну, я говорю, что, наверное, каждому вот, ну, может, сообразно характеру, может быть, сообразно. У меня дети никогда не были спокойные. Ну, просто я думаю, что, может, так вот все управлено, чтобы так было. Потому что у кого-то дети спокойные, например. Вот когда я прихожу к кому-то в гости, и я детей не слышу в доме. И я вот так вот как-то так все время говорю, а где я, а что, чем, как бы... И говорят, да они там, они там за ним играют, там что-то рисуют или еще. Вот у меня такой ситуации не бывает. Чтобы дети, чтобы я была дома, дети были дома, и была тишина. То есть это какое-то вот, что-то там, не знаю. Когда дети, они всегда кричат, там, они как-то взаимодействуют, вот. Поэтому вот, ну, я думаю, ну, каждому свое. Вот у каждого дети разные, каждому кто-то там не представляет, кто-то... Я вот, например, со своими детьми никогда не ездила в далекое путешествие на машине. И мечтаю об этом всегда. Думаю, вот так вот посадить их всех и поехать. Потому что я вообще люблю ездить. Люблю вообще. Ну, я люблю путешествия, мне нравится вот это все. Такие вот на машине, на дорогу сможешь. Хотя я в машину не вожу. Муж водит. Но я не представляю своих детей. Я думаю, господи, это я вот представляю, через час мы все будем седые. Все мы будем ехать в этой машине. У нас будут выбитые стекла, там, я не знаю, что будет. И когда мне рассказывают, что, ой, мы поехали, проехали там пять тысяч километров с детьми, там, с остановками. Я думаю, ну вот как? Это вот называется, заглянуть вот в замочную скважину, как вот люди живут. Но вот как-то все живут, вот как... Агаша, привет, ты где? Пожалуйста, зайди домой и надень шапку, пожалуйста. Да, я жду, когда ты это сделаешь, ладно? Потому что ты болела вчера еще. Да, пожалуйста. Все, давай. Ты прямо сейчас это сделаешь, да, Гаша? Ух ты моя дорогая. Да, Гусечка. Не взять, а надеть ее надо. Все, давай, пока. Просто вы, может быть, можете быть заняты на репетиции, у вас может быть спектакль. Да. И все равно вы хотите знать, что все вот как дома происходит обязательно. Ну, конечно. То есть не можете сказать, отстаньте от мамы, дайте поработать. Ну, так хочется сказать, но не получается так сказать. То есть сказать-то можно, но... Не, не могу так. Волнуюсь, потому что за детей, конечно, все время, как они там, что. А младшему сейчас? Шесть. Девочка краски. Мальчики нет, а девочка строит меня. Моя автогаша. Вот, которая не хочет шапку одевать. Да, которая шапку, которая уже волосы в красный цвет покрасила. Да вы что? Да, да. Без спроса? Без спроса. Она спросила, я сказала, нет. Она взяла и покрасила. Без спроса. Так что вот, девочка моя. Пожалуйста. И что делать, когда девочка красит в красный цвет волосы? Без спроса. Ну, я тоже ей сказала, что я тебя накажу, и я еще подумаю, как. В итоге я тоже сказала эту расхожую фразу. Вот, она никак на нее не подействовала. Ничего. С девочкой я ничего не делаю. Я просто, я просто смотрю, люблю, жду. Вот. А зачем? Вот вы спрашивали, зачем тебе красный цвет волос? Я, когда ей задаю такие вопросы, натыкаюсь на взгляд, она на меня смотрит, как на сумасшедшую. Поэтому, вообще, у моей дочери любимый вопрос, когда я говорю, Агаш, у тебя там вот, например, что-то вот, я говорю, вот, я там открываю журнал электронный, и говорю, Агаш, а вот у тебя, говорю, в политеатуре вот два. На что моя дочь мне говорит, и что? Я говорю, ну, вообще, два как-то это, ну, мне на такой вопрос нечего ответить. Я говорю, ну, ничего, ну, два это же, как сказать, это, и что, мам? Я говорю, ну, надо исправить. Зачем? Зачем? Вот так мне говорит моя дочь. Я говорю, ну, два это, Агаш, вот, как-то это, это нехорошо. Почему? Я говорю, ну, потому что, это показатель твоих, я начинаю вот это вот, ей какая-то, она на меня смотрит очень уверенная, очень. Вот так мы с дочерью. Ну, а как решается вопрос? Папу зовете? Ну, бывает, папу зову. Папа тоже, значит, он мне в этом, не знаю, поможете-ка он мне в этом, но он то что-то, то что, свое, говорит. Ну, вот я просто с дочерью, вот такая у меня дочь, вот такая прекрасная моя дочь. Вот так вот. А мальчики тогда как? А мальчики, мальчики тогда по-другому. Мальчики, кто-то вот Савелий учится, он 16-летний мой. А Прохор, с Прохором учимся. Вот, Фома еще в школу не пошел. Тоже жду, так скажем, с замиранием, когда и Фома пойдет в школу, и опять нужно будет делать эти уроки. А как они отреагировали на то, что сестра в красный цвет покрасила волосы? Никак. Никак они не отреагировали, потому что все знают, Агаша там, ну, вот Агаша уже волосы и покрасила, и постригла, и постригла, и покрасила. И, в общем, вот. Я просто в какой-то момент, потом, друзья мне говорят, там, подружки, мне говорят, значит, лучше разрешить, потому что, ну, лучше, потому что, ну, пускай она сейчас, чем потом, чем, значит, это. Я долго сопротивлялась, но потом думаю, ну, действительно, как бы волосы, ладно. Вот. Вот. Она покрасила. Это был первый раз. Когда покрасила, я сказала, даже нашла в себе силы сказать, что, ну, как тебе хорошо. Сказала я. Как тебе? Сказала я. Не искренне, мне кажется. Вот. Но я попыталась вложить, насколько смогла, веру в то, что мне нравится. И даже мне уже потом это благополучно смылось, я обрадовалась. И второй раз она вот как раз таки спросила, я сказала, нет, Агаша. А, кстати, почему вы против этого? Почему вы против этого? Что покрасила? Да. Почему вы против красных волос? Он не нравится мне. Я вот, я на самом деле очень консервативный человек, мне кажется. не смотря на то, что я ко многому открыта. Хотя Агаша мне говорит, что ты мне все запрещаешь. Вот. Но я не могу, когда вот честно скажу. Мне так, мне вообще, вообще я за естественность. Мне так нравятся естественные люди, мне так нравится все живое и все как бы вот натуральное. Ну, по крайней мере, чтобы это было хотя бы, что называется, ну, подальше туда. Потому что пока есть возможность быть всему настоящему, пусть оно будет как бы так. Каждому свое. А есть у ваших детей, не знаю, мобильные телефоны, планшеты? Да. Планшетов нет, мобильные телефоны есть. У тех, кто уже в школе, вот, начиная с Прохора. Вот, кстати, сейчас подарили ему мобильный телефон третьекласснику. Потому что у него он был разбит. Угу. То есть вы не ограничиваете в гаджетах? Ограничиваем. Ограничиваете. В телевизоре. Вы знаете что, мы все время пытаемся что-то сделать. Вообще весь путь это что-то пытаешься сделать. Кого-то ограничить, у кого-то что-то отнять, вырвать, кому-то не дать съесть лишнее. Ты все время в этой попытке находишься, так скажем, на низком старте. Но это, так скажем, не хватает характера, не хватает тоже настойчивости. То есть ты понимаешь все последствия за и против. Ну то есть ты все, я говорю, я не знаю, больше того мне нечего сказать, кроме того, что мы все время пытаемся ограничить. Все время пытаемся рамки установить, сколько минут в день, сколько это, но это всегда все, понимаете, да? Это, да, нельзя, но если очень хочется, то можно. Вот мы, к сожалению, наверное, вот живем по такому принципу. Ну, главное, чтобы это было, как сказать, для здоровья. Стараемся уж, чтобы это было в рамках такого. Вы сами выросли в многодетной семье. А у вас дома тоже было так, что все время шум, гам? Ну, вы знаете, у меня со старшей сестрой разница 9 лет, а со средней сестрой 2,5 года разница. И поэтому старшая сестра, она уже как-то так была отдельно, вот. А мы со своей старшей сестрой, мы все время с ней что-то там выясняли, делили. Потом, когда мама на нас ругалась, мы с ней объединялись вдвоем, как бы так противостояли маме. Ну, как-то у нас была шумная семья, да, у нас никогда не было таких вот... У меня папа был такой вот шумный, как бы так, и все время было весело, радостно. А вам хватало внимания мамы и папы? Ну, знаете, я вот тоже понимаю, что никогда не хватает. Ты все время борешься за любовь, все время ты... А как вы боролись за любовь? Я боролась за любовь, я пыталась стать лучше. Я пыталась... Я, кстати, всегда... Мой путь, это всегда... Вот я как бы борюсь за любовь. Я помню в школе у меня была пионер-вожатая. В четвертом классе, по-моему, или в пятом. И у меня была подружка моя, которая училась... Отличницей была. Я такая была троечницей. До четвертого класса я училась на одни тройки. И потом я помню, что... Ну, там не одни тройки у меня были, но там три-четыре. То есть я помню, что я так особо не проявляла какой-то такой особенный успех в учебе. И потом пришла пионер-вожатая. И как-то так я помню, что вот она стала отмечать мою подругу. Вот как-то так она ее стала выделять. А мне она очень нравилась, пионер-вожатая. И мне так хотелось, чтобы она тоже на меня обратила внимание, что я стала отличницей. Вот чтобы вот как-то так вот добиться расположения. Ну, вот как-то так получилось. Но это было, знаете как, это было... Вот, что называется, безостервнение. Как-то само собой это произошло. Как-то вот меня, помню, учительница по математике похвалила. Она меня как-то похвалила, и у меня как-то крылья распроялись. Думаю, надо же, у меня всегда три было по математике. И тут вдруг она мне поставила пять. И за первой пятеркой пошла еще пятерка. Мне потом стало интересно. Ну, вот как-то вот так вот в жизни произошло. И за мамину любовь как боролись, получается? Ну, вот и за мамину тоже вот как-то так стало. То есть она хвалила сестру, и вы... Сестру она не хвалила. Но я про это говорить не могу. У меня сестра замечательная. Я ее очень люблю. Моя сестра Оксанка. Моя средняя сестра. Она прекрасная. Но она меня периодически обижается, что... Я так говорю, что она не очень хорошо училась. На самом деле, она... Как сказать? Вообще не важно, кто как учился. Я вам сейчас скажу. Абсолютно. Вот. И моя сестра, она необыкновенный человек. Она необыкновенной доброты, души. И она очень умная. И все такое. И у нее все, слава богу, сложилось в жизни хорошо. Но про эту тему я не могу говорить, потому что моя сестра мне всегда обижается. А вот она почему-то у нее пунктина. Когда я начинаю говорить, что я училась лучше, она начинает как бы говорить, вот ты какая, значит, там это. Поэтому я эту тему уже не обсуждаю. Нет, это не хорошо. Не эту тему. Мне интересно, как вы боролись за любовь своей мамы? Знаете, что я была довеской. Я была третьей. И на самом деле, маму всегда там, допустим, в секцию гимнастики брали мою сестру. Вот. А меня брали просто там где-то рядом, чтобы я... Ну, где с кем было оставлять. И я как бы всегда... Потом сестра моя старшая хотела заниматься балетом. Помню, принесла пуанты. Такой был магазин раньше на улице Герцена, которая сейчас большая Никитская. И там был магазин ВТО. И я помню, сестра меня как-то взяла туда. И для меня это было невероятное чудо, потому что, когда я пришла в этот магазин, это была вот эта вот пудра в таком пластмассовой, значит, там пуанты лежат. То есть это вообще другой мир. Потому что, ну, мы жили как бы в семье простой совершенно. То есть у меня был папа такой веселочный. Но это была жизнь какой-то такой, знаете, поднебесь. То есть вот этот вот балет какой-то, ну, театр. Это было что-то невероятное. Я помню, меня сестра туда взяла. И вот я смотрю, там коробочка с гримом лежала. И потом сестра как-то купила там пуанты. Моя старшая сестра, Людмила. И принесла их домой. Они были какого-то размера. Я не помню, какого там, 32-го какого-то. А у меня всегда была большая нога. И я могла только прислонить к ноге это. То есть даже надеть не могла. Только положить рядом со своей ногой. И я помню, что это было какой-то невероятный какой-то вот трепет у меня. Мама была довольно простой женщиной. Да. И вряд ли она тяготела к балету. Нет, к балету она, кстати, не тяготела. Она все время, когда в детстве показывали передачи по телевизору, вот этот балет там. Я, кстати, помню, когда еще хоронили всех вот там, господи, не президент, а кто-нибудь, генеральный секретарь. Я помню, в детстве маленькая была, но помню, когда совпало, мне было сколько там лет, наверное, шесть или сколько, я помню, вот этот телевизор там, все время балеты, балеты. И ты смотришь все время, и мама не могла смотреть балеты. Там все время, я говорю, господи, эта дабата какая, господи, а что же он так обтянулся. Мама все время говорила, там, Володя, переключи. Она говорит, у папи, что? Вот. Ей казалось, что это немыслимо, что вот мужчина в балете как вот так это. Вот. А мне балет, конечно, нравился. А откуда тогда вот мама, которая говорит, что как-то переключи, откуда у девчонок в такой семье вот такое вот? Вот не знаю. Я еще любила индийские танцы, очень любила. Я вот у меня была, я завела себе альбом, я очень любила. Я вообще с детства любила ходить в кино. Я, помню, покупала билеты. Я говорю, я была высокая. Я надевала пальто сестры. Тоже сестры где-то оно было перешито от кого-то ей. И моя мама работала в ателье. И такое пальто было, помню, клетчатое. Какое-то такое конусообразное. И такой воротник какой-то такой вот был у него меховой. Не знаю, какого зверя. И я помню, значит, что меня пускали. Значит, я надевала это пальто и шла в кино. В кинотеатр у нас был кинотеатр Саяны. Вот. И покупала, значит, там билеты. Мне продавали какие-то, я помню, «Синьор Робинзон» я смотрела. 16+. А мне было, наверное, лет... Не знаю, сколько лет. Наверное, 12. Мне было, может, 11. Вот. И какие-то другие вот фильмы я смотрела. Очень любила индийские созданы друг для друга. Вместе закон. Вот это вот все. Вот эти вот. И я помню, даже стала рисовать. Вот это вот все индийский. Как у меня был альбом. Я какие-то вырезала. Там нашла какой-то тадж-махал. Там какой-то книжки. И помню, даже танцевала, значит, эти вот танцы все осваивала. И я даже пыталась подражать петь вот этим вот артисткам индийским. Рисовала тут помадой маминой себе точку. И, значит, шла к трансформаторной будке за дом. И, значит, это вот все я там исполняла. И как-то мне так было это. Помню, там меня кто-то увидел. И мне даже было как бы приятно, что я, знаешь, танцую, а кто-то на меня смотрит. Вот такие в детстве. А мама ваша видела, как вы это танцевали? Нет. Маме как-то времени не было. Мама так это. Причем я при маме очень стеснялась. Я даже когда в институт поступала, готовилась, я, помню, хотела маме почитать. И я выучила, ну да, и помню, мама села так на меня как бы вот. И я стала, значит, исполнять. Вот. И я минуту через полторы сказала, мама, я не могу тебе читать это. Потому что это было как бы так... Моя мама так сидела, так смотрела так на меня. А я не могла, потому что мне казалось, что я кривляюсь перед мамой, которая как бы... Ну перед мамой реально вообще невозможно ничего как бы. Но она же не была строгой. Нет. Ну я не могла. Ну не могла я вообще. Вообще я была очень застенчивым. Ребенком очень застенчивым. Я как бы так не могла. Тем более перед мамой там, перед всем. Я помню, вот в детстве я тоже помню, мама уехала с папой на похороны. И нас оставили втроем, значит, меня, Люду и Оксанку. И я помню тоже, я вот смотрела какой-то балет был «Синяя птица». И я помню, мне так понравилось, что я, значит, какая-то, помню, перебинтовалась чем-то белым. Как я хотела быть, как сахар там, значит, который колготки какие-то белые надела на голову. И помню, усадила своих двух сестер. Вот тоже они сидели, значит, на диване. И я вот тоже смотрела меня с недоумением. А я, значит, вся... Не знаю, сколько мне было лет, кстати, не помню. А вы знаете историю любви ваших родителей? Ну, историю любви не знаю, но я знаю, что они вот мама, папа из деревни, мама из деревни. Вот как-то они так... Кстати, надо у сестры спросить, может, сестра знает старше. Ну, при этом они довольно часто ссорились. Ну, да, ссорились, да. Ну, это такая, знаете, это вот из-за того разряда, что милые бронятся, только тешатся. Даже не просто ссорились, а у них там были документы собраны, вот его рассказывали. Да, да, были документы собраны. У мамы в папочке, у нее была тетрадь, она записывала. Там, когда папа пил, она говорит, Володя, она вела какую-то тетрадь. Я как бы вот сейчас так понимаю, что... Когда вы первый раз увидели этот дневник? Ну, как сказать, я не помню, первый, там, второй. Это было как-то, знаете, это как вот шкаф, который стоит вот в этом углу. Вот он тут стоит как бы. И это, как сказать, это не первое, это такая жизнь такая была. Поэтому мама периодически доставала, периодически говорила, все, я, Володя, с тобой, значит, развожусь. Нас сажала, вот такое все было, значит, скажите отцу. Вот я записала, вторник, девятое, что-то там записывала. Вот, я сейчас понимаю, что это, конечно, все бессмысленно было. Все такое... Это так же, как я детям своим когда говорю, я вас сейчас накажу, я пока не знаю как, я вот сейчас подумаю и накажу вас. Вот. Ну, и так же мама с папой. При этом они прожили всю жизнь и всю жизнь любви, конечно. Я так думаю, поэтому и дети счастливые, потому что родители любили друг друга. А когда такие вот ситуации происходили, и мама вас сажала и говорила, все, вот я сейчас буду разводиться. Это же была, наверное, трагедия для детей? Это было страшно? Ой, ну это было страшно. Честно говоря, когда мама там тоже пыталась там сказать что-то. Скажите, скажите отцу там что-то, вот скажи там. Я никогда не могла ничего сказать папе, потому что, ну, в принципе, я вообще как-то думаю, что, ну как ты отцу скажешь, ну как это? Вы же понимали, что он не очень хорошо поступил. Ну, да, он мог выпить, конечно. Он выпить мог. Он никогда, маму не обижал, никогда ни руку не мог поднять. Это естественно. Мама даже больше на него ругалась, потому что ему любил выпить. Вот, ну, он любил выпить, и он это делал с удовольствием, радостно, весело. Но он не был каким-то там, знаете, таким вот… Как-то он с удовольствием это все делал как-то вот так радостно. Мама это не очень веселила, понятное дело. но я никогда не могла сказать потому что папа для меня был мой папа и все-таки у меня как-то вот так вот ну как-то, знаете, я не знаю как это объяснить в том возрасте, в котором я была в котором я застала это это для меня все-таки были безусловные величины мама и папа это так и вот действительно, когда говорят, что взрослая жизнь начинается после того, когда уходят твои родители это правда, потому что меняется твое расположение вообще в природе вот когда, не случайно говорят, когда деревья были большие и все прочее вдруг одномоментно происходит что когда ты маленький, ты вот за какой-то невидимой на невидимой этой подушке находишься и все мимо тебя так раз тебя обходит стороной и вдруг вот когда папа ушел первый я вдруг ощутила это физически что это такое звено огромное, звено в нашей жизни, в нашей семье выпало и такая образовалась такая брешь вот я не знаю я это просто физически ощущаю с уходом родителей до сих пор на самом деле вы очень тесно говорите, что у вас было очень счастливое детство просто подведу итог родители ругались папа выпивал но они не всегда ругались естественно, понятно моментами это я поняла папа выпивал, не было денег знаете что, это на самом деле нас как-то, знаете, я вам так скажу это все было неважно я, например, донашивала туфли за сестрой у меня вот первые допустим, мы жили довольно скромно да и мама там что-то шила перешивала там или как-то я помню, что у меня первые вообще брюки появились брюки, там джинсы в каком-то чуть ли не в одиннадцатом классе я как-то так но это вообще было все неважно но тем не менее несмотря на вот эти какие-то которые кажутся многим не очень счастливые моменты вы говорите, что оно было счастливым да то есть что было такое то, что заменяло все вот это счастьем у вас были какие-то теплые разговоры вечера традиции вот что это было? ну да, у нас было все у нас было, конечно вечером у нас мама вкусно готовила там какие-то праздники были пластинки были папа включал музыку приходили гости какие-то там на праздники мы ехали смотрели салюты куда-то там с семьей ну конечно это все такое наполненность жизнью какой-то вот какие-то животные появлялись в доме какие-то собаки какие-то черепахи кошки какие-то подбитые голуби какие-то то есть это все время какая-то была жизнь мы притаскивали мама этим всем занималась вот мы их просто любили и это все время вот это ощущение какой-то вот счастливой жизни вот подружки которые вот жили в подъезде вернемся к вашей семье к вашему детству так как средств не было с одной стороны но с другой стороны все ваши сестры и вы в том числе получили образование сейчас у самой когда дети я понимаю что сейчас все делают уроки с родителями вот раньше я так понимаю что никто не делал уроки с родителями то есть это был такой естественный какой-то ход то есть тебе задают ты должен сделать это твоя работа такая ну как бы обычная и потом я поступила в театральный институт потому что ну не знала чем заняться потому что я поняла что танцы это не мое а вот сестра моя сказала пойди в общем я пошла в эту студию на Сивцевом вражке и потом вот поступила со второго раза в театральный институт кстати как ваши родители на это отреагировали и сестры ну вообще никак честно говоря я не обсуждалась ну вроде я какой-то жизнью живу мама там знает что я где-то там как-то и вот она я так понимаю что она вообще не могла понять она меня не узнала потому что я играла бабушку это сразу после института и и она пришла с братом с моим с двоюродным брат тоже меня не сразу узнал минут через 15 потом они меня узнали потом как бы не поверили потом ну все-таки поверили поняли что да это она вот потом мама в конце вышла сказала что она мне курицу принесла цветную капусту чтобы я поела как бы и как-то так было и мама никак то есть это не было как-то вот понимаете как сказать я так понимаю что это вот уже сейчас я так думаю по матерински ну может быть у меня по-другому будет вот если кто-то из детей но это как вот смотришь на своего ребенка он для тебя ребенок вот чтобы он не делал ну лепит он ну строит он ну поет он ну вот он артист играет наверное это как-то ты видишь своего ребенка который что-то делает ты как-то ты как-то не соединяешь ну ребенок не просто что-то делает ребенок поступил в вуз который почти невозможно поступить где извините сто человек на место минимум потом играет в театре лучшем в России ну как-то вот они так это как бы когданость они это воспринимали ну во-первых может они не знали что это театр лучший как бы и про институт может не думали что ну какой-то институт на кино же смотрели знают что артисты это же вот какие-то небожители ну все равно знаете у них как-то удивительным образом вот у моих родителей это как-то вот не соединялось мне кажется вот они такие люди были вот какой-то такой какой-то душевный вот мне кажется вообще какой-то наивности что они вообще как-то я говорю что у меня мама уже сама была слепая уже вообще плохо ходила все и вот соседка у нас тетянина и она мне все время там я там позвоню мам там она говорит слушай ты мне скажи ну а что вот Алла с Филиппом вот мы с тетяней вообще вот не знаем вот не знаем что и думать ну вот как же они там вот Алла и Филипп и я ей говорила мам пожалуйста не волнуйся я тебя прошу вот только за Аллу и Филиппа не волнуйся вот просто вот у них вот все будет хорошо ну не волнуйся ты так и вот они вот такие люди вот как бы вот они как-то вот так вас приглашают в театр вот тут такая история потрясающая вы поступили в вуз который сложно поступить вас берут театр который мечтают все попасть на втором курсе вас туда берут вас влюбляются все мальчики с курса ну я не знаю это я особо не могу так сказать ну много много было поклонников там в институте там кто-то за мной ухаживал но с курса не могу сказать так может таились как-то ну не ставим там тем не менее вот тут получается так что вы доводите себя до такого состояния что попадаете в больницу для пожилых людей да 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 было в институт геронтологии но это я тоже по знакомству попала просто я думаю в других может места не было как-то так откуда парадокс такой все хорошо вас все любят ну нет я просто вот я говорю я не выдержала вот этого напряжения я не выдержала такой супер ответственности что меня взяли в театр и я на втором курсе по сути не имея профессии никакой как бы я и сейчас не считаю что я сильно там имею но я просто сейчас покрепче стала я как бы артистов знаю уже многих да там я как бы соотношусь со всеми а тогда для меня это был конечно невероятный шок я как бы не смогла хорошо соответствовать я просто от того что я там вот я месяца полтора ходила на репетиции и я просто за полтора месяца довела себя мне кажется до такого нервного истощения а как вы довели вы перестали есть вы перестали спать у меня все болело у меня болел желудок у меня все болело вот как-то так вот резко все там как бы там это и мне говорят ну надо обследоваться а куда и мне помог Марк Борисович Варшавер директор театра говорит хороший институт есть вот на ВДНХ там не на ВДНХ на Ботаническом саду и там вот я лежала с бабушками да в 20 лет да там я находилась и кстати вот тоже там какие-то наблюдения у меня были такие я думаю как вот все в жизни не случайно происходит такой момент был и сколько вы там провели получается ну месяц ну месяца полтора наверное месяца полтора я там точно пролежала и потом когда я вышла оттуда я думала что я уже не вернусь в Ленком и я была этому рада несказанно потому что я думаю господи какое счастье что я больше не буду испытывать этот дискомфорт дикий потому что я ну я вам скажу что все внутри находится человека потому что меня встретили прекрасно понимаете но я так себя загнала я настолько не верила в себя настолько не была готова к тому что я могу находиться с этими людьми рядом что я просто себя я себе выстроила какие-то ну такие заборы я такие вообще что ну вот так вот как человек насколько вообще все в человеке удивительно а вы не боялись выйти из этого ну пролечившись грубо говоря что это состояние может вернуться вот как себя оберегать все-таки вы актриса вам придется выйти на сцену и играть с этими людьми ну я как сказать я на самом деле пока лежала в больнице я обнулилась вот так если сказать я как-то вообще зажила другой жизнью мне моя подруга потом сказала ну какая же ты все-таки вообще глупая ты понимаешь что у тебя такой шанс был вообще оказаться в театре на втором курсе там у тебя роль была то есть ты понимаешь что такого больше не будет я говорю слушай я совершенно как бы вот слушай ну так случилось говорю ну значит так ты понимаешь что все Марк Анатольевич он больше тебя как бы не увидит я говорю ну да так и должно быть я же не оправдала его надежд как-то жизнь так наладилась и потом мы стали делать Шекспира на втором курсе по-моему даже Островского и вдруг мне подходит по-моему даже Юрий Аркадьевич мне говорит подойди к Марку Анатольевичу я говорю а что мне к нему подходить как бы уже после экзамена мы сдали экзамен мне поставили 5 по мастерству там все такое и вдруг Марк Анатольевич был на экзамене естественно говорит подойди к Марку Анатольевичу я говорю а зачем ну скажи что ты типа вышла из Бавяковского он меня видел на экзамене как бы так ну видимо надо было как-то объясниться потому что я как бы просто пропала и все то есть мне он оказал какое-то уважение там доверие а я просто и все и я к нему подошла вот в коридоре вот в гитте говорю Марк Анатольевич я вот ну вышла и вот он мне сказал ну давайте как-то надо стать таким полезным человеком для театра давайте вот вот надо жить в Фигаро в Юнону Авось вот вестись как бы вот в спектакли зайдите в режиссерскую управление и я зашла и собственно я стала вводиться во все там танцевальные номера в Юнону Авось женщины значит там с веерами в Фигаро и собственно я танцевала вот потом долгие годы про него говорят что он очень строг бывает с артистами и жесток ну бывал бывал строг у вас как с ним сложились отношения с вами тоже бывал строг вы знаете я даже не знаю бывал ли он строг вот так когда человека нет ты не думаешь бывал ли он строг я думаю что он на самом деле он такой художник и мастер я ну вот я правда когда Марк Анатольевич ушел я вот такое чувство было я говорю что он все равно он такой ну может быть эти слова но хотя я это говорю потому что я так чувствую что я осиротела вот для меня он ушел когда это случилось я вышла на улицу и у меня такой вот вот когда говорят там ты вдруг понимаешь что такое слово невосполнимая утрата когда ты слышишь эти слова или вот ты думаешь там когда где-то ну это такое слово его принято говорить и вдруг ты наполняешься этой невосполнимой утратой и я вот шла по улице и это вот 28 сентября случилось ну я вот реально вот я я говорю ну это ушел мой папа да мой отец и вот Марк Анатольевич он для меня правда он в профессии он ну я вот могу так сказать про себя даже если это кто-то там все равно же это публичное дело да кто скажет ой ну какой там ну он мой отец в профессии я так его ощущаю все равно я вот не стесняюсь это говорить даже недавно отыграем с одним артистом молодым в спектакле я ему говорю знаешь ты тут так не делай вдруг я подхожу и говорю потому что режиссера нет антреприза и я понимаю что ему никто не скажет я такой неправильно он мне говорит так не считаю вообще есть такая этика артист артисту замечание делать не может должен делать режиссер но это антреприза режиссера уже нет и видимо уже не придет не будет и я ему говорю Я говорю, понимаю, что ты, может быть, не согласен. Я говорю, старше на 52 года, это понятно. Но я тебе так скажу. Мне мой учитель Марк Анатольевич вот так говорил. Вот он мне так не разрешил бы сделать. Вот есть такие вещи, которые делать на сцене нельзя. И я вот это сказала даже с некой гордостью. Что я могу так сказать, что... Какой он вам главный совет дал? Главный? Да. Ну, главный совет. И я так надеюсь, что я его ученица вот в этой мере, в полной. Ну, вот как мне кажется. Еще в институте, когда мы учились, он всегда говорил, что артист, он часто говорил вот эти вот такие слова на клеточном уровне, что вот каждая клетка организма, что нельзя никогда не кривляться, ничего. То есть форма может быть любая. Ты можешь делать невероятно острые вещи в профессии. Да, там, когда говорят, там, гротеск, там, еще что-то. Ну, это как бы обозначение формы, чтобы было понятно, что не бытовая история, а невероятно ты можешь находиться в экстремальных ситуациях для себя. Но ты должен всегда это делать на все сто процентов. То есть если ты забираешься куда-то, на какие-то высоты, если ты кричишь, то ты должен кричать. Опять-таки, я говорю это для... чтобы это понимать. Что, да, там, допустим, если это истерика, то есть ты должен, как артист, ты должен это делать, но не впадать в истерику как человек, то есть ты в это играешь, но ты не кривляешься. То есть ты это имитируешь своим организмом. То есть что ты делаешь? Ты как бы... твой организм весь подключен. И когда он все время говорил такую фразу, ну, давайте не будем, то Станиславский, чтобы Станиславский не обиделся. Вот эта вот фраза его. И я понимаю, про что он говорит, что как раз-таки все должно быть по правде. Что для меня вообще артист — это такая максимальная какая-то вообще концентрация какой-то внутренней правды, при этом помноженной на автора, на ситуацию, ну, в общем, тут целый комплекс, на самом деле. Ну, я в этом смысле соединяюсь с Марком Анатольевичем, когда думаю, чтобы Станиславский не обиделся, чтобы вот было по правде, по правде вот какой-то вот театральный, жизненный. У вас много очень ярких работ. «Ландер серебристый» — первая крупная роль в кино. И что было самым сложным в работе над этой картиной? Ой, сложно было, знаете что, сложно было опять-таки принять себя, вообще, мне кажется, сложнее всего принимать себя. Вот в любой работе, ну, для меня, по крайней мере, в актерской, когда ты новое начинаешь что-то, это вот такое соединение с собой. Все время, мне кажется, любая работа — это такой путь к себе. Я вот снималась недавно в кино, а давно в кино не снималась. И мне очень сложно вот первый там день, первый там, ну, если вот, говорит, «Ландер серебристым», там, наверное, первые несколько дней было сложно. Я говорю, я даже приходила домой, включала фильм «Чужие» и какие-то ужастики, чтобы переключаться, что в кино там еще страшнее, чем у меня было на площадке. Потому что у меня было такое, мне все время казалось, что они сейчас поймут, что это, ну, они случайно меня взяли, что сейчас обнаружится обман, что я не та, за кого себя выдаю, что я ужасная артистка, что они сейчас это поймут, ну, и вот такие вот мысли. А кого вы боялись больше всего на съемке? Ну, наверное, Тиграна. Ну, даже не потому, что я его боялась, а я боялась не оправдать его, ну, веру в меня. Потому что он меня взял вопреки всему. Он сказал, у тебя ужасные были пробы, фото-пробы, видео-пробы еще были хуже. И вообще ты какая-то старая, хотя я пришла после института сразу. И вообще там это, и там, типа, мне такая нужна, и такая сякая. Я думаю, что мы с ним похохотали-похохотали, семечки погрызли, он меня взял. И в итоге дальше я понимала, что он меня взял вот просто вопреки всему. У меня, честно сказать, просто было ощущение от себя ужасное, да, а вообще от съемок у меня, конечно, было невероятной вообще радости и легкости и вообще всего происходящего. Но от себя ужасное что? Вам казалось, что вы плохо играете? Ну да, мне казалось, что я не соответствую вообще всем вот этим вот составляющим. Вот этого кино, большого искусства. Я даже вот сейчас снималась, вот мы снимались со Светой Ходченковой. Сериал такой Казанова, не знаю, когда он выйдет. И вот тоже первый день для меня был, господи, я в конце дня просто думала, боже мой, пришла в номер, когда думаю, боже мой, сейчас раскроется вот этот вот себе обман. Они меня еще так долго ждали. И потом мне режиссер сказал, Кирилл Белевич сказал, что типа я тебя специально ждал. И, господи, лучше бы он мне не говорил, что он специально меня ждал. Потому что сейчас они поймут, что они зря меня ждали. Не нужно было ждать. И вот этот первый день мне было кошмарено. Еще, говорит, посмотри на мониторе, как ты выглядишь. Я думаю, Кирилл, если я увижу тебя на мониторе, я точно завтра не приду на смену. Потому что лучше себя не видеть. Так уж ты играешь, потом уже как посмотрят, уж какая есть. Но вы в итоге оказались довольны своей работой «Ландерс Серебристый»? Когда посмотрели фильм? Со временем, да. И то. Честно говоря, это такой момент, ну вообще я говорю, что очень сложно на себя вообще смотреть со стороны. Я на премьере смотреть на себя не могла. Не могла. Это я мучилась ужасно. Мне казалось, что я ужасно наигрываю, что я хуже всех. Хуже всех. А когда пришло понимание, что нормально? Ну нормально. Ну сейчас уже. Сейчас уже, кстати, я не так и не смотрела целиком. То есть на премьере я не помню. Я смотрела, я сидела в зале. Но я мучительно переживала это все. Где-то я опускала глаза, где-то я как бы выключала звук у себя внутренний. Вот. Потом я уже видела, что шелки. Ну фильм, естественно, его повторяли. И на какие-то кусочки я попадала. И даже проходя мимо, я уже как бы смотрела. А, вроде ничего. Как бы так смотрела. Отстраненок, но чужого человека. У меня, кстати, такое же сняние было. Я когда снималась, и потом, когда первое время, я вообще, когда меня пригласили, я думаю, господи, ну такой, я такая возвышенная вся была. И думала, что это как бы такое не очень-то для актера дело. Сниматься в ситкомах. Как бы такое. Вот. Потом как-то так совпало, что я все-таки согласилась. Вот. И сейчас, естественно, ни в коей мере не жалею. И даже где-то бываю, когда на гастролях телевизор включаю в номере. Идет, и я думаю, ой, какой милый сериал, как все хорошо играют. С 2011 года вы снимаете сериали «Сваты». Этот сериал один из самых популярных сериалов, как в России, так и на Украине. Как думаете, в чем вот фишка его? Почему он так цепляет? Я думаю, что вот в безыскусности, мне кажется. Вот в какой-то... Потому что, мне кажется, в атмосфере какой-то, которая существует. Вот потому что я говорю вам, что мы когда там снимались, это было... Не было такого ощущения, что вот это вот какие-то съемки. То есть у нас это съемки были, переходящие вот за пределы вообще съемочной площадки. мы жили рядом, снимались, готовили, выходили, общались, плавали. То есть это была какая-то такая перманентная ситуация. То есть это были съемки, почти тебя заставали. Вот как я сейчас к вам шла, вы меня снимали, вот я входила, красилась, это вот приблизительно было то же самое. Только чуть по-другому, ну другой, как сказать, технологический процесс чуть другой был. К тому же вы со своей практически лучшей подружкой. Да, Сатяна Эдуардовна Кравченко. А вы подружились в театре или подружились? В театре. В театре. Да, она для меня такой человек в моей жизни. Такой, ну, большой роль занимает. И вообще тоже на меня в каком-то степени повлияла. И оказала влияние, конечно же, ну, и творческое, и вообще человеческое. Я зачитаю, можно вот то, что вы о ней говорили цитаты? Мне так это очень понравилось, и я не совсем поняла. У меня есть один близкий человек в театре, можно назвать ее подругой. Татьяна Кравченко. Она моя боль, мой крест, моя радость и беда. Да, это все вместе. Как это? Это вот так вот, знаете, бывают такие связи между людьми. Это вот никак, не знаю, мне так кажется, что она моя дочь. Что вот она такая вот... Ну, вообще артисты, мне кажется, такие люди, что они, да, там, в чем-то они дети, и мы с ней много играем. У нее непростой характер, как я говорю. Татьяна Эдуардовна, это как вот со стихией бороться бессмысленно. Как с медведем, вот, наверное, так общаться, мне кажется. Как вот с... Я не знаю с кем. С цунами. Это вот просто можно рядом быть, иногда как бы отползать, иногда отплывать, иногда в сторону уходить. То есть она может достаться. Достаться может. Может и достаться, это может быть, да, все. И она может и тебя в этот круг своей любви, как бы так на тебя всю свою любовь, значит, наполнить тебя. Также она может и тебя заморозить зимней стужей. То есть все это вместе. Но тем не менее мы с ней... Я пришла в театр, мы с ней в одной гримерке. И много пройдено, так скажем. Ой. Всем девушкам нравится-нравится. А актрисам тем более нравится-нравится. Но при этом и вам тоже нравится. И вы часто об этом говорите, что если вас особенно понравилось, как вы говорили, если меня похвалили, все, это мой лучший друг. Ой, да, это есть-есть. Слабость такая есть. Но при этом... Не одеваюсь так, да, что кажется... Даже не то, что не одеваюсь. Вот вы говорите, что мне вообще не важно. Ну вот вы даже говорите, ну я не знаю, носки вот нашла. Один муж и один ребенок. Да, один сын. Я нашла те, которые нашла. Давайте я по-моему ноги немножко подниму. Один мужа, другой сына. Потому что дело такое было. Сборы эти непростые. Так. А чем тогда вы берете? Вы на что делаете? Вы знаете, что я, как сказать, я вот думаю, что так случилось, что мне вот в помощь моя профессия. Вот она мне. Потому что вот я сейчас сижу с вами, вот, да, там нарядили вы меня, запишите все. Дальше я пойду в театр, и там меня нарядят, я выйду на сцену, и вот все будет как вот должно быть. Ну вот так. Я думаю, так я живу. Не потому, что я там, ну, ну, просто я все время куда-то там еду, куда-то тороплюсь, куда-то там как-то так вот. Вот, ну, на что я упор делаю? Чтобы доехать. Чтобы доехать, добраться. Ну, я так понимаю, что такие отношения с одеждой были всегда у вас. Ну, да. Потому что вот история, как вы хотели понравиться мальчику с зелеными колготками. Да, да, да. Ну, все. Хотя я очень люблю, я говорю, я очень люблю модные журналы, смотреть там какие тенденции, там, что модно, там, что такое. Вообще, мне самая большая похвала, когда мне сын что-то... А вдруг мне говорят, ой, какие у тебя там это... Хорошо, мама, выглядишь там. Как-то так вдруг мой 16-летний сын, который модник-модник, он знает все тенденции, что там модно, как-то он мне так иногда говорит, как ты так хорошо выглядишь, там, что-то такое. Ну, я, в принципе, знаю, что я могу, наверное. У меня есть какие-то вещи, там, все. Я просто их не надеваю, потому что мне их некуда надевать. Потому что куда мне их надевать? Ну, пока до театра доедешь, ну, что же я буду... Вот... Куда? И я так... Иногда мне дохочется что-то такое, думаю, ну, вот сейчас. Потом думаю, ой, думаю, да ладно, сейчас пока это... А там пока дойдешь, а пока доедешь... А, нет, я вот это... Там как-то так вот. А мужа удивить? Ну, мужа удивляю так иногда. Да, мужчины, когда говорят, что там женщина не должна как-то расслабляться, то ли я, может, мужу доверяю, может быть, и зря, не знаю. Я так... Мне хочется выглядеть хорошо, мне хочется быть молодой, мне хочется, ну, нравиться, конечно, не хочется стареть, не хочется, чтобы был второй подбородок, не хочется, чтобы были мешки под глазами и морщины. Но я как-то так думаю, главное... К этому как-то легко тоже относиться, ну, стараться, потому что все равно неизбежный процесс, он, ну, неизбежный, да? Поэтому как бы вибрировать так сильно на эту тему тоже как-то вот, ну, тоже для себя ставить еще один какой-то вот такой вот напряженный момент, еще один колышек вбивать не хочется. Поэтому лучше как-то вот, если так позволяет тебе характер, от этого не зависеть, лучше не зависеть от этого. Ну, буду я бабушкой, ну, буду я какой-то вот, какой-то бабушкой с морщинами. Мне, кстати, даже в этом есть что-то такое, ну, как сказать, чтобы не с переделанным лицом, как-то вот в этом... Ну, не зависит от этого, вы этому научились как-то в процессе жизни или это сразу было, что это вообще не важно? Ну, мне кажется, это как-то сразу. Мне кажется, знаете что, мне кажется, трудно чему-то научиться. Вот научиться, я говорю, можно к этому стремиться, можно делать какие-то усилия, но вообще вот, я думаю, вот так вспоминая, можно ли чему-то кардинально научиться как-то вот... Мне кажется, вот, ну, не знаю. Я вот играю Лизу Дулиттл, кто-то там прочитал рецензию какую-то, что вот кто-то сказал, что... Ну, вот во втором акте она, значит, хотелось бы, чтобы она вот кардинально поменялась характером, значит. А я принципиально не играю, что она поменялась характером, я играю, что она поменялась внешне, что она может играть в какие-то другие интонации, Она может играть из себя, что она играет во что-то. Ну, или так, или сяк, но я не говорю про это. Но, в принципе, я думаю, что человек не может поменяться на уровне мысли. Ну, вот как-то вот внутри себя ты можешь стремиться, но поменяться... Парадокс, потому что изначально вы стремитесь к балету, и в то же время вот так относитесь к этому. Да, это вот так. Да, к балету я стремлюсь. Ну, я к тому, что вот в детстве вам нравились такие все возвышенные, что-то такое очень красивое. Я, кстати, вижу себя такой. Мне это не мешает себя видеть в какие-то моменты вот себя такой. И я, допустим, я очень люблю классическую музыку, например. Я вот недавно впервые оказалась на опере, на «Пиковой даме». Я просто вот реально, я плакала. Я на опере плакала, я получила огромное удовольствие. Я получаю огромное удовольствие на концерте какой-нибудь классической музыки. Просто вот невероятно испытываю катарсис вообще. И вот в этом, я считаю, конечно, есть какое-то развитие души. Именно души. Что человек, конечно, должен себя приучать каким-то... Не то, что приучать, а к сложным вещам, и потом получать от этого удовольствие. Потому что это невероятно твою душу, мне кажется, обогащает. И вообще я думаю, что в жизни, слава тебе, Господи, что всё случается, вот как случается, и сложные моменты. И что всё это тебя наполняет. Ну вообще, вот всё тебя наполняет. Если ты не пытаешься как барана упереться и сказать, вот мне всё плохо там, или ты чего это, вот такие вот эти вот... Если ты открыт к каким-то вещам, то вообще, конечно, невероятно прекрасна жизнь. Что ты можешь получать бесконечные уроки каждый день. в каждую минуту ты, ну, получаешь. Спасибо вам огромное. Время у нас как раз ровно 7.00. 19.00. Спасибо большое. Спасибо, да. Мне приятно было. Мне тоже было очень приятно. Спасибо. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok